Ну что ж, конференция Sony наконец-то прошла. Мы увидели дизайн PlayStation 5 и первые игры для этой консоли. Сегодня я расскажу о тех из них, которые лично меня зацепили и за которыми лично я послежу. Следом Insomnia Games презентовали новую игру про Человека-паука с Афронигром Майлзом Моралесом в главной роли. Если отбросить доставшие всех извинения перед угнетёнными, то перед нами по сути первая игра о пауке, основанная на истории Майлза, который принял облик Человека-паука после гибели Петра Паркера. Комиксы комиксами, а увидеть игру по мотивам будет интересно, тем более в предыдущей части отсылочки как бы были. Полифоне Диджитал анонсировали следующую часть своего автосимулятора Гран-Туризма, а именно седьмая часть GT. Фанаты уже начинают потихоньку бурлить, потому что на PlayStation 4 вышла только GT Sport, которая ну никак не тянула на полноценную Гран-Туризму и ради которой уж точно не стоило покупать новую консоль. Ранее на платформах от Sony выходило две номерные части Гран-Туризма, плюс иногда бонусные версии игр, приуроченные каким-то событиям. А на PlayStation 4 вышла только одна игра и та с оговорками. Если от всего этого абстрагироваться, Гран-Туризма 7 это просто очень красивый графонистый автосимулятор с внушительным автопарком. Это пока всё, что известно. Потом мне ударили ниже пояса. Показали новую часть Ратчет и Кланг, Рифт Апарт. И эту проблему заметят в основном фанаты. Непонятно, в какой вселенной происходит эта игра. Пока лишь ясно, что у героев появился транспорт, а история будет завязана на перемещениях в пространстве, где нас ждут и новые локации, и вроде как флэшбеки из старых. Вот этот корабль явно отсылает нас на Quest for Booty. Плюс появится дамочка, тоже ломбакс, и предположительно они с Ратчетом будут неровно друг другу дышать. Но это же очевидно. Арсенал пополнился новыми видами оружия, а также телепортами по локации с помощью свингшота. Что, по идее, будет очень сильно помогать в перестрелках с огромным количеством врагов. Но, честно, по первому виду, даже визуально игра не сильно ушла от игры 2016 года. Логотип новой части выглядит самым паршивым из всей серии, а на вот эти ящики я просто не хочу смотреть. Ну и, как я уже сказал, пока совершенно не ясно, это продолжение оригинальной истории, это продолжение Future серии, или это продолжение перезапуска 2016 года. В общем, Insomniac, огромное вам спасибо за анонс нового Ратчета, но я очень хотел бы увидеть его на PlayStation 4, потому что на четвертой плойке вы вообще-то выдали всего лишь одну часть о приключениях Трещотки и Лязга, и сейчас только фанаты поймут эту отсылку. Square Enix и Luminous Productions показали эксклюзив Project Athena, вроде как игра, которая раскроет весь потенциал PlayStation 5. Ну, по крайней мере, фишки геймпада там будут, а весь потенциал графики уровня PlayStation 5 мы увидим еще не скоро. Ожидается приключенческий экшен от третьего лица со сверхспособностями, прыжками через пропасти и огромными драконами. Пока все. Далее нам показали Stray. Скорее всего, платформер про котейку типа Unravel выйдет в 2021 году. Студия Хаос Меркью, известная в первую очередь аркадами Резаган, Стардаст и Матерфолл, да, не все о них знают. В общем, эта команда внезапно анонсирует свой ответ чужим под названием Returnal. Это будет полуаркадный шутер от третьего лица, судя по всему, Bullet Hell, где героиня после крушения будет осваиваться и выживать на планете, населенной враждебной формой жизни. Sumo Digital анонсирует спин-офф серии Little Big Planet о большом приключении Сакбоя. Все по классике, трехмерный платформер с фиксированной камерой и загадками. В этот платформер можно играть одному, а можно в компании из четырех друзей. Лично я начинал знакомство с серией Little Big Planet, но ни одну из частей я пока до конца не прошел. Затем последовал анонс Destruction All-Stars. То ли Кармагеддон на минималках, то ли это какое-то детище от Rocket League и Twisted Metal. В общем, это не самая плохая попытка возродить забытый сегодня жанр гонок на выживание. Тем более авторы этой игры нам известны по игре Blur. Кена Bridge of Spirits Игра от не особо известной игрокам Ember Lab. Тем временем, это команда самых настоящих мастеров анимации персонажей. Впрочем, живописный и очень красивый трейлер это демонстрирует в полном объеме. Ожидается красивый приключенческий платформер с исследованием мира и выполнением заданий от местных жителей. Героине предстоит узнать тайны этого поселения и найти священный храм, приручая по дороге духов. Пока информации об этой игре нет, выйдет она в 2020 году на PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК. Так что еще сыграем и поговорим об этой игре подробнее в рамках обзора. Боевка лично мне немного напомнила Horizon, так что сражаться здесь будет явно интересно. Приятной неожиданностью для меня и для многих стало воскрешение серии Oddworld – Oddworld Soulstorm. Оригинальная серия игр запомнилась мне как очень хардкорный двухмирный платформер с головоломками, требующий нетривиального мышления и выверенного тайминга для прохождения. Суть и по трейлеру, который нам показали, суть останется примерно той же, но количество экшена и сюжета здесь заметно возрастет. Выглядит интересно и перспективно. Сейчас такие игры – редкость. Bluepoint Games делают ремастер Demon's Souls. Игры прародительницы всем известной серии Dark Souls. Оригинал на PlayStation 3 мало того, что не переведен, из-за чего без гайда делать в игре нечего, так еще и очень кривой. Обе эти проблемы как раз и должен исправить ремастер. Судя по показанному трейлеру, картинка будет крайне впечатляющей. Танка Gameworks наконец-то показали больше конкретики в игре Ghostwire Tokyo. Теперь мы наконец-то понимаем, что нас ждет экшен от первого лица со сверхспособностями. А согласно сюжету, в результате паранормального явления, вызванного оккультистами, в городе Токио пропадает почти все население. И наша задача, очевидно, спасти их. Среди врагов будут таинственные призраки и люди, скрывающие свои лица под масками. Ждем игру ориентировочно в 2021 году. Выглядит как минимум необычно. Надеюсь, такого игрового опыта будет достаточно на всю игру. Потому что меня ну очень терзают сомнения, что стрелять из пальцев и делать Хадукины надоест задолго до конца игры. Обитель Зла Деревня Ну то есть Resident Evil 8 Деревня. Продолжение седьмой части Обителя Зла, которая кардинально поменяла вектор развития серии. Все-таки, несмотря на успешные ремастеры второй и третьей части, Capcom нацелена двигать серию в другом направлении, ближе к более мейнстримным конкурентам, ну типа Outlast. В деревне, кроме поехавших на всю голову людей, мы встретим и старого знакомого, Криса Редфилда. В общем, Деревня Дураков в сеттинге Обителя Зла выйдет уже в следующем году. А дальше нам остается ждать только ремейк четвертой части. Мы все этого ожидали, мы знали, что это будет. Horizon 2. А точнее Horizon Forbidden West. Вроде как это запретный запад. Из того, что понятно по трейлеру, будет больше живности, появятся новые разновидности машин, а Элой научится плавать под водой и, соответственно, будет охотиться на подводных хищников и изучать затопленные города. Еще что точно известно, то, что компанию Элой все так же будет составлять Сайленс. Про все остальное мы пока промолчим. Ну и напоследок главное. На презентации огласили технические навороты PlayStation 5 и наконец-то показали ее, скажем так, живьем. Главные фишки пятой плойки – это настоящие 4К, ультравысокоскоростной SSD-накопитель, ray tracing и трехмерное аудио. Геймпад будет оснащен тактильной отдачей, адаптивными триггерами и сенсором движения. Надеюсь, это станет нормальной заменой Сисаксису. Кроме того, в геймпад встроенный микрофон и динамик, а также можно подключать гарнитуру к геймпаду. Выглядит PlayStation 5 вот так. Вполне футуристично и интересно. И хоть геймпад мне все еще не особо нравится, дизайн именно консоли мне прям зашел. Пятая плойка будет доступна в двух вариантах – с дисководом и без него. Так называемая цифровая версия, на которую игры можно будет устанавливать только из PSN. Приставка выглядит очень дорого, и судя по заявленным характеристикам, цена у нее будет немаленькая. Аналитики пророчат такой системе ценник в 500 баксов. Это с нынешним курсом рубля составит чуть больше 35 тысяч рублей. Дорого? Да, дорого. Но ПК, который бы без труда тянул игры в 4К с RTX с ультрабыстрым SSD, за такую цену ты точно не соберешь. Ну, по крайней мере, пока что не соберешь. И, наверное, это все, что я хотел рассказать об этой конференции. Hitman 3 – это тот же Hitman, что и последние две части только в новых локациях и ситуациях. Новелла про антропоморфных животных и лутер-слэшер меня не зацепили. А новая игра про астробота, скорее всего, будет снова технодемкой, а не полноценной игрой. В общем, поживем-увидим. Лично я не планирую брать PlayStation 5 вот прям на старте. Потому что помимо 35 тысяч рублей за саму консоль, мне придется вложиться в 4К-монитор и 4К-карту захвата. А это еще примерно 35 тысяч сверху. Ну нафиг. Тем более, практически ни одна из игр, о которых я сегодня рассказал, не будут доступны на старте. Ну, кроме GTA V. На этом все, ребят. Запланированный видосик будет завтра. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok